приглашаю вас к себе домой меня зовут иван я руководитель проекта олимпийской деревни сракшамани строительство вот это наш первый дом который мы построили сейчас я в нем живу уже 11 лет получается уже я вам покажу его принципы его фишки то ради чего как бы вот я вижу для чего люди переезжают за город чем мы видим вообще загородный дом отличие то что чего нельзя сделать как бы в квартире то есть загородный дом можно масштабировать то есть его можно увеличивать уменьшать вот например у меня здесь в планах его немного увеличить я как бы нахожусь в таком состоянии жизни что мне вот этого дома 200 квадратных метров его просто маловато для моей семьи из четырех человек с разнополыми детьми вот у меня еще есть родственники бабушки там гости какие-то которые просто приезжают и там нету места куда там приютиться да чтоб но при том что дом 200 квадратных метров то есть я хочу и могу взять и просто пристроить часть дома там сделать гостевую дополнительно еще гаражи какие-то вот здесь у нас кухня посмотрите она грубо говоря прям в зале она прямо в зале это прикольно то что во-первых значит мойка может быть перед окном то есть можешь мыть посуду и наблюдать что где там делать что у тебя делают дети значит на улице но когда кухня внутрь зале то есть это вот ну по-моему это уже но не очень удобно то есть например день рождения большой день рождения там 20-30 человек все сидят за столом а здесь грязная посуда здесь что-то докатавливается да ты ты получается сидишь на кухне я уже не говорю о запахах да о том что если кто-то что-то готовит мы например не пользуемся вытяжкой потому что некомфортно сидишь общаешься вытяжка шумит то есть все таки я бы сейчас для себя определил что для меня сама кухня должна иметь возможность отгородиться поэтому ну я не знаю я бы эту кухню вот например вот здесь вот сделал бы проем сделал бы кухню там здесь здесь бы сделал двери то есть надо их открыл кухня совместная с залом надо закрыл то есть то есть это в принципе возможно и в даже сейчас возможно у меня там получается был гараж а сейчас там пеллетная котельная то есть я и гараж у себя забрал поставил там пеллетный котел и там грубо говоря сердце дома которое нагревает это все вот зимой камин этот центр вообще композиции он фактически тут прямо напротив входа по центру всего зала вот ну и конечно его хочется украшать то есть он зимой сейчас вот мы даже не снимаем это настоящая елка ну какая-то вот специальная елка которая фактически не осыпается видите то есть она высохла то есть это настоящая она продается у нас в наших магазинах дорого стоит ну вот она очень прикольно выглядит я даже она даже пахнет до сих пор то есть она у нас мы ее 1 2 в 3 года меняем это мне привезли из шамани прямо из шамани номер дома шамани монблан во франции мои соседи когда здесь люди заселяются они начинают посещать это шамани во франции то есть и постоянно привозят какие-то прикольные себе гаджеты и всякие такие приколюхи ну и вот и и мне иногда перепадает музыку очень люблю очень люблю заниматься вот и передаем фактически из поколения в поколение это то есть у нас есть здесь тоже такая фотография там где дед мой отец мой я мой сын и даже у дочери если гитара у меня есть гитара странная моя несколько комбиков ну и вот есть гитара fender которую значит мне подарили чтобы я я хочу научиться солировать то есть как бы играю на гитаре но солировать это прям то к чему я очень стремлюсь выход на балкон на участок прямо вот из зала там буквально три ступеньки и ты уже на траве и там на снегу там как как хочешь дома стоит 4 увлажнителя 4 увлажнителя каждый день в увлажнитель я заливаю порядка 36 литров в сутки воды то есть утром все четыре увлажнителя и вечером все четыре увлажнителя то есть 36 литров в сутки потребляет мой дом влаги то есть это для того чтобы фактически соответствовать хотя бы небольшому ну там 40 процентному 40 процентов влаги при том что у меня дом с бруса второй этаж отопление такого дома за год за год от 50 до 150 тысяч вот дому сейчас 11 лет и стилистика дома на стилистика поселка в котором мы живем да это стилистика шале альпийской альпийский стиль в интерьере в отделке этого дома фактически использую использовали все материалы которые мы используем при строительстве даже дома то есть как бы брутальный большой значит камень брутальные немного кривые бревна которые треснули до которые специально это специально мы заказывали такие чтобы они треснули чтобы они это фактически фишка вот этих вот стиле шале то есть некоторые делают под старину а здесь вот фактически там уже вот эти вот трещины они дают такую эстетику как фишка вообще стиля шале тем что чем он старше тем он выглядит ну лучше то есть он как бы такой более true становится то есть грубо говоря вот трещины какие-то там какие-то там нестыковки да то есть он как бы и вот дому 11 лет и в принципе ну не минимально можно было бы там значит его как-то там подкрасить можно вот потрогать да то есть мы жалко камера не передает но значит мы сейчас поднимемся на второй этаж вот у нас второй этаж из бруса то есть и даже запах в доме до сих пор существует при этом мы делаем например штукатурку да то есть только трубку делаем так что и очень просто можно было остановить то есть декоративная штукатурка она мажется как мазанка старая то есть если что-то там треснет можно раз замазал ее просто не идеально ровная стена как личка которую восстановить будет очень трудно чтобы она красиво зашпатлевать за что не зашкули там чтобы нас на просвет она не выглядел а здесь буквально вот трещину замазал и закрасил на первом этаже у нас конечно гостевой санузел он обязателен обязательно теплый пол то есть первый этаж теплый пол без этого никуда но большое окно на лестницу которая фактически обеспечивает свет в в оба холла вот например мы поднимаемся здесь в принципе даже можно не включать свет здесь не темно вот у нас второй этаж он собран из бруса эта комната моей дочери то есть комната 20 квадратных метров то есть и здесь у нее все есть платьишка и кровати там игрушки вот то есть высокие потолки и выход на балкон комната сына высокие потолки позволяют сделать вот такие вот очень прикольные штуки как там вторые этажи где они постоянно играют здесь у нас там какие-то детские игры там ну короче очень привык то есть высокие потолки дают такой полет фантазии там балкон там можно спать то можно тусоваться то есть такое второй уровень значит самого одной одной комнаты 2 на 11 квадратных метров достаточно большая высокие потолки вот и получать тут помещается и ванна и туалет и биде и окно которое можно открыть и даже сушильная машина моя наша жизнь разделилась надо и после с покупкой сушильной машины с хозяйская спальня с большим большими двумя окнами небольшими животными вот 25 квадратных метров и опять же высокие потолки высокие потолки которые обеспечивают достаточно большое количество воздуха здесь но все равно его не хватает но это то ради чего вообще люди переезжают за город то есть ты выходишь и свою из своей своего зала и своего дома и находишься очень часто очень много находишься на улице в домах шале большие террасы большие террасы из камня из дерева вот и на большой террасе конечно собираются гости с можно завтракать то есть это завтрак на улице это тоже ну то то отличительная черта которую ты в городе может только в кафе где-то на улице позавтракать вот буквально три ступеньки и ты находишься уже на земле у себя на земле на своем участке то есть фактически это летом это часть твоей территории часть то есть твой зал твоя зона комфорта расширяется вот на эту площадь с момента строительства то есть мы вообще ничего не делали мы построили дом и вот тот то трава которая была мы просто и стрижем не там есть у нас есть бассейн с появлением бассейна тебе никуда не хочется ездить вообще то есть просто у тебя теплый бассейн у тебя свой дом магазин баня и большой большой бассейн куда ты просто после каждый день после работы можешь просто прийти и и запрыгнуть в теплый бассейн у нас есть баня баня не очень не очень большая но но она как бы существует да то есть мы часто из семьей ходим раньше когда мы только построили ее эксплуатировали дубани очень каждый выходные с друзьями здесь было дикое количество человек как бы постоянно то сейчас конечно с появлением детей это у всех то есть это количество раз значит уменьшается со временем вот ну и грубо говоря ну почивальное то есть то значит где собираемся мы там как-то какими-то днями рождениями причем вот вы видите у нас прозрачные низкие заборы да они фактически формируют среду формируют людей кто хочет жить у нас низкий забор формирует отношения между соседями то есть ты понимаешь что ты не можешь просто послать человека подальше если тебе что-то не понравилось ты должен учитывать интересы и это общее желание договориться общее желание учитывать интересы общие даже при низких заборах вы видите достаточно приватно получилось можно сделать приватные зоны например не заборами то есть это посадками это какими-то расположениями вот здесь будет баня вот здесь будет ширма вот например ширма да то есть здесь вот ширма вот в этом месте фактически ну ниоткуда не видно вообще то есть мы здесь находимся и фактически ни за одного окна даже не видно здесь не никого то есть здесь очень приватно дом давайте посмотрим на дом то есть дом это прям самый-самый вот мы с ним в принципе ничего не делали все 11 лет вот ему он он 11 лет стоит фактически да и будет стоять еще как как шале вот шале стоят по 600 лет некоторые по 600 лет почему потому что это как строй как дед строил ничего не придумывай дом простоит очень долго дом для меня это еще один ребенок то есть фактически это третий ребенок то есть смотришь на него следишь за ним то есть и радуешься ему постоянно каждый день вот поэтому спасибо что пришли мы были рады я был рад что вы к нам пришли приходите еще